За 36 дней ребята сделали свои бизнес-проекты, прошли обучение на интернет-платформе, разработали бизнес-модель IT-стартапа, создали работающий интернет-сайт, протестировали бизнес-идею и нашли первых клиентов для своего бизнеса. Это открытие мира другого, который показывает, что ты вообще можешь что-то делать, потому что дети обычно думают, что только взрослые могут что-то создавать, особенно деньги зарабатывать только для взрослых, перспектива. А вот венчурный акселератор дает понять, что дети могут еще больше, чем взрослые. Ученицы 8 класса 8 гимназии Эрика Бергин и Диана Пруидзе, команда экологического стартапа, получили главный приз венчурного акселератора – ноутбук. Техника пригодится школьницам для работы над проектом, в основе которого технология аэрокосмического мониторинга по выявлению несанкционированных свалок мусора. При помощи специальной компьютерной программы анализируются спутниковые снимки поверхности Земли. Затем места предполагаемых свалок дополнительно исследуются с помощью дронов. Проблемные территории будут наноситься на электронную карту. А еще команда, которую школьницы назвали «Экостарт», планирует организовать акции с привлечением волонтеров для уборки мусора с загрязненных территорий. Ты веришь в себя, ты участвуешь в этом, ты понимаешь какие-то новые термины, узнаешь что-то новое, и это очень классно. Проект мой востребован, всем понравилось очень все наши оба проекта, и социальный, и бизнес-проект. Мы думали, что это будет какой-то трехдневный квест. Мы не думали, что это действительно настолько все масштабно, что это действительно принесет какие-то плоды, что это поможет нам. На самом деле просто невероятно. Проект «Экостарт» получил поддержку от опорного вуза Краснодарского края Сочинского государственного университета. В планах СГУ на 2018 год – открытие Центра молодежного инновационного творчества, где школьники и студенты смогут изучать аэрокосмические технологии и работать над своими инновационными проектами. Совершенно другие дети сейчас. Им надо куда-то свою энергию внедрять, куда-то направлять энергию. И здорово, что она направлена на созидание. И все это применимо, конечно, после доработки, естественно. Все они принесут деньги и, самое главное, они принесут пользу городу. Для основателей же венчурного акселератора – это тоже стартап. Сочи стал вторым городом после Тюмени, где работает этот проект. Специалисты доказали, что не имея никакого опыта в программировании и предпринимательстве, школьники могут создать работающие бизнес-проекты за полтора-два месяца. Основа этого проекта как раз-таки находится в Сочи. Из Сочи мы идем по всем городам для того, чтобы посеять зерно IT-предпринимательства. Цель проекта «Венчурный акселератор» – в 10 раз увеличить число IT-предпринимателей в России к 2020 году. Среди проектов, которые ребята считают доходными – круглогодичный клуб киноманов под открытым небом, приложение по аренде сегвеев и гироскутеров, дизайн проект парка отдыха «Огненная вода на Мацесте», проект по обучению мнемотехники. Команда трекеров поможет ребятам в развитии бизнес-проектов и дальше. Кто не успел реализовать свои стартапы в этот раз, могут не расстраиваться. «Венчурный акселератор» в Сочи будет работать постоянно.